Здравствуйте! В студии Евгения Фахурдинова. Какие события этой недели запомнились русскому миру, узнаем глазами наших корреспондентов в этом выпуске. Фестиваль балета «Мания» вновь открылся в Москве. Народный промысел из Жостова отмечает 195-летие. В Болгарии русский центр провел День воинской славы. А сейчас более подробно об этих и других новостях. Взглянуть на шедевры мирового хореографического искусства и проникнуться музыкальной культурой смогут гости Москонцерта. Весь август на сцене будут показываться уникальные балетные постановки. На генеральной репетиции перед открытием сезона побывала наша съемочная группа. Лауреаты международной премии предстали в образах главных героев бессмертной постановки «Лебединое озеро». Артисты театра «Ля Классик» ежегодно удивляют даже самую искушенную публику. Добиться успеха помогают профессионализм и уникальные авторские прочтения. На самом деле просто русский балет, он особенный. Русский стиль, который был изобретен Чайковским вместе с Петипа и с другими прекрасными композиторами и хореографами русскими. То есть этот стиль мы сохраняем. «Лебединое озеро» – настоящий символ русского балета и музыкальной культуры. Старинная легенда о двух влюбленных в постановке Элика Меликова пользуется среди московской публики особенной популярностью. Долгожданного возвращения на сцену после пандемии ждали не только зрители, но и сами артисты. Во время карантина репетиций практически не было, поэтому премьерное представление оказалось для всей балетной группы непростой задачей. Было очень сложно, но наше руководство нашло выход. Мы занимались по видеосвязи, вышли раньше на работу, чтобы войти в форму, чтобы радовать зрителя, чтобы показывать уровень классического балета. За время активной творческой деятельности театр «Ля Классик» стал популярен не только в России, но и в Европе. Своей миссией балетный коллектив считает популяризацию русского классического танца и сохранение традиций. В их репертуаре находятся такие всемирно известные постановки, как «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Рамоэл» и «Джульетта» и многие другие. О подвигах русских воинах и днях воинской славы рассказали в русском центре города Старозагора. Сотрудники подготовили для детей особую встречу, на которой разобрались в вопросах истории и почтили память героев Отечества. Сотрудники русского центра болгарского города Старозагора решили организовать собственный день воинской славы для молодых слушателей и приурочить его к самому значимому событию этого года – 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Волонтеры показали ребятам кадры парады на Красной площади, а также рассказали об истории появления таких военных церемоний. Оказалось, что она относится еще к временам Допетровской Руси. Тогда перед крупными военными походами войска получали благословения от церковных служителей, из-за чего такие мероприятия считались поистине священными. Для того, чтобы завоевать внимание юных учеников, преподаватели не обошли стороной и тему искусства в вопросах военной истории. На картинах русского художника Михаила Врубеля ребята узнали знаменитых былинных богатырей и познакомились с их биографией. Искусству расписных подносов с яркими цветами и узорами в этом году исполняется 195 лет. Этот народный промысел из деревни Жостова появился еще в XIX веке, когда местные ремесленники решили основать здесь мастерскую. О том, как работает сейчас знаменитая на весь мир фабрика, узнаем в следующем сюжете. Черный фон и разноцветные цветы – так выглядит традиционная жостовская роспись. Подносы, самовары и другие предметы кухонной утвари с фирменным рисунком до сих пор украшают многие дома. Принято считать, что жостовскую роспись нам подарили братья Вишняковы. Именно они в 1825 году создали мастерскую по производству лакированных металлических подносов. Народные мастера из Жостова до сих пор хранят секреты и традиции этого искусства. Основным мотивом росписи все так же остается большой цветочный букет из садовых и полевых цветов. А края подносы украшаются оригинальным ажурным орнаментом. В этом году промыслу исполняется 195 лет. В честь памятного юбилея фестиваль славянского искусства «Русское поле» готовит особую программу. 29 августа народные ремесленники и творческие коллективы со всей России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья, представят зрителям уникальные мира. А мастера из Жостова подготовят специальный проект «Царь под нос». По задумке, это должно быть самое большое декоративное блюдо, которое когда-либо создавалось в России. Работу на гимн Жостовские мастера начали еще весной, но пандемия внесла свои коррективы. Ремесленники вернулись к созданию грандиозного изделия сразу после карантина. С первого фестиваля символом в фестивале было пирожа «Жар птицы». Это награда, которая изготавливается специально к фестивалю, и она вручается победителям. В этом году организаторы изменят формат фестиваля. Мероприятия пройдут в онлайн-режиме. Представители творческих коллективов примут участие в телемосте, а победители и финалисты конкурса получат особую награду – традиционное пирожа «Жар птицы». Необычный финисаж фото-выставки «Тишина гор» прошел в студенческой галерее при Балтийской международной академии. Вдохновиться азартом путешествий и полюбоваться личной коллекцией фотографий Юлии Швет смогли гости и жители Риги. В стенах Академии студенты часто проводят художественные выставки. На торжественное открытие в галерее приходят любители искусства и фотографии. Однако подобного финисажа, то есть закрытия выставки, здесь еще не было никогда. Нестандартное решение предложила Юлия Швет, выпускница программы управления проектами культуры при Балтийской международной академии. Среди ее главных увлечений – фотография и путешествия. Именно их она и представила публике на выставке «Тишина гор». Зрители смогли увидеть горные вершины Кении, Индии, Шотландии и Кавказа, а также узнать больше о становлении творческой личности талантливой выпускницы. О том, какие секреты хранит производство народных глиняных игрушек, где появился такой промысел и кто сейчас продолжает эту добрую традицию, попытался узнать участник международного телевизионного конкурса, корреспондент «Русского мира» Александр Мыльников. Давайте посмотрим его сюжет. Наше ремесло, оно из древности еще известно, еще в археологических раскопах находили игрушку. Ну, считается, что вот жила такая бабушка Ульяна Ивановна Бабкина, которая хранительница каргопольской глиняной игрушки и она возродила каргопольскую глиняную игрушку. Ульяна Ивановна Бабкина жила она со своими родителями, замуж не вышла. Занималась она гончарным делом. От родителей научилась делать посуду. Раньше жили за счет промысла. Делали посуду, еще делали игрушки и продавали на ярмарки. И за счет этого она жила. До конца дней бабушка Улья, так мы ее ласково назовем, занималась игрушкой. Лепила игрушку, сохраняла традиции. Я пришла в Беломорский узор, у нас есть филиал Архангельска, Беломорский узор, и там тоже лепят каргопольскую игрушку. Попробовала, у меня получилось, мне понравилось. Я захотела лепить каргопольскую игрушку. Меня взяли в 91-м году и я стала пробовать лепить игрушку. Мне очень понравилось это дело и полюбила ее. Два раза в неделю занятия по лепке. И за три года обучения ребенок проходит аттестацию в Архангельс, отправляется к работе. И за три года обучения ребенок может получить звание мастер. Это передается молодому поколению, передается. Ну и туристы интересуются нашей игрушкой очень. Заходят в деревню к нам и покупают на память о каргопольской игрушке. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Все подробности на сайте www.ruskimir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания.